У Беларуси первого студента начал работать обновленный податковый кодекс. Змены унесли как для юридичных особ и индивидуальных предпринимателей, так и для физических особ. В нововведениях разбиралась Марина Джалая. По-перше, для физических особ изменился последний термин подачи податковой декларации по подоходным податкам. Если раньше это нужно было сделать до первого сокровика, то сейчас до 31-го – включено. Одночасово изменился и термин выплаты подоходного податку. С 15 мая на 1-е червеня года, який идет за справоздачным. Сгодно новому кодексу, физические особи смогут представлять податковые декларации на паперовом носьбете у любую податковую инспекцию, незалежно от места регистрации. Ранее это можно было сделать только по месту жихарства. С 2019 года так само повеличены по мер доходу, який может быть отриманным физической особой в выгляде подарунков, призов и іншого. Больше выгодно стало и сдавать жилье аренду. Физособы, которые сдают жилые помешкания и машиномесы, зараз обязаны выплачивать только податок по фиксованных ставках, без доплат за то, что отримали больше вызначенной суммы. Так само у Беларуси дозволили выплачивать податки за терминовкой платежа альбо урастерминовку. Организации и ИП могут различивать на такие послабления у тым выпадку, коли у них тяжкая финансовая становища, а физичные особы, заходящие с их майомосного становища, або в связи со знаходжением у тяжкой житевой ситуации. Головная умова для физичных особ, объекты податка-обкладания не повинны быть связаны за житявлением предприимальницкой деяности. С этого года индивидуальные предприниматели могут выбрать оптимальную для себя систему налогоблажения. То есть любую из трех. Либо это под доходный налог при применении общеостановленной системы налогоблажения, либо единый налог, либо применять упрощенную систему налогоблажения. Если ранее индивидуальные предприниматели выполняли определенные виды услуг и должны были уплачивать только единый налог, то с этого года они могут применять любую систему налогоблажения. Например, если индивидуальный предприниматель решил применять упрощенную систему налогоблажения, то он должен подать уведомление в налоговый орган по месту регистрации и указать вид деятельности, по которому он будет применять упрощенную систему налогоблажения. Но он должен это сделать до 31 января 2019 года. Кроме того, индивидуальным предпринимателям, уплачивающим налог на добавленную стоимость, предоставлено право самостоятельно решать, как он будет уплачивать НДС, либо по оплате, либо по отгрузке. Есть и еще шмат нововведения. Подробязно за обновленным кодексом можно ознайомиться на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь.